Мы проникли на пятый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. И сегодня наша главная цель проникнуть на тот самый канал пруда охладителя, где живут те гигантские самы. Мы хотим запустить под лед подводный дрон наш и посмотреть на тех самых самов. Вот она атомка, ребят. Она прямо перед нами. Все, спускаемся, опускаем наш дрон. О, все, пошел, родимый. Все, давай, я коннектюсь. Но прежде мы хотим найти секретную комнату в этом энергоблоке. Именно ту самую, которую называют горячая зона. А также где-то здесь есть вагонетка, которую мы не смогли найти в прошлый раз. Мы будем сейчас тщательно искать и хотим тоже вам это показать. Ты думаешь, что она еще будет кататься? Может, мы ее поставим на рельсы и уедем обратно в Киев? Вот это как раз хочу проверить. Надо изучить, что там за вагонетка, что она из себя представляет. Саша, у нас забрали нашу дрезину, а мы заберем их дрезину. Все будет справедливо и честно. Ребята, я снова вернулся, я снова в команде. И смотрите, кого я еще с собой прихватил. Привет, ребят. С нами теперь Боно. Канал пруда охладителя находится прямо возле четвертого энергоблока. Нам надо будет очень аккуратно, очень тихо и незаметно туда проникнуть. И специально в этом нам поможет Боно. Да. Как видите, у него все в порядке с маскировкой. Он будет обеспечивать нашу безопасность на этом маршруте. Мы взяли также воздушный дрон для того, чтобы контролировать ситуацию с воздуха, чтобы к нам не подкрались, скажем так, ни охранники, никто. Потому что здесь очень живое место. Здесь рядом, грубо говоря, действующая электростанция, ну атомная. Третья, четвертая энергоблоки. Поэтому место очень сильно охраняемое. Ну и что, ребят, очередная сверхзадача. Не знаю, закончим ли мы полностью всю съемку, либо нас покануть на первой же минуте. И посмотрите, какое атмосферное место. Вы слышите этот страшный звук. Сегодня метель, видите, снег с крыши сметает. И кран этот жутчайший вой издает. Прямо ужас. Такой, как скрип, да, или какой-то крик. Все время пугает. Сейчас, нам надо быстро уходить с открытого места. Тут иногда ходит охрана. Вот она, наша дыра в пятый энергоблок. И мы полезли. Аккуратно, не рискуем. Помните, ребята, на пятом энергоблоке вас кругом ждут опасности. Кругом люки открытые. Вот этот закрытый, в частности. И всякие другие опасные штуки. Ну что, погнали. Ты помнишь дорогу? Да. Сейчас у нас непростая задача. Надо найти выход на второй этаж. Прямо над самим атомным реактором, этим крестом. Потому что там где-то стоит вагонетка рабочая. Насколько помню, надо вообще обойти совершенно с другой стороны. Потому что с центра циркулирующих насосов мы туда не сможем попасть. Короче, очень опасный переход, ребят. Надо идти очень осторожно. Ты вниз не смотри. Ты когда светишь фонарем, тебе вниз не видно. Только видно вот эти две. Вот так. О-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Но сегодня мы пойдем вверх, чтобы проникнуть в ту неисследованную область. Ну что, ребят. Мы идем вверх. Посмотрим, что тут дальше. Надо идти осторожно, потому что это атомная электростанция. Здесь нас может ждать какая-то опасность. Опа. А это что такое? Бетоном залили соседний отсек. Ты видел? А зачем? Это обвалился монолит. Ты думаешь, да, все присвежие? Мам. Нет, там целый потолок. Померяешь радиацию, тебе будет тоже халеково, которая была на нами. Чего-то из-за симметр этого. Сейчас мы разберемся, что это, зачем мы его залили бетоном. Смотрите, как жестко. По радиации, смотрю, не сильно пищит. Пока еще нет. 13-ка, Женген. Нет, это пока что. Может, оно еще не почувствовало. Ребят, вообще норма. Слушай, ну вот это же перекрытие. Вот это же и есть монолит. Да. Короче, вообще непонятно, что тут могло быть. Ладно, мы идем дальше. Нас ждут вагонетка. Собственно, та рельсовая вагонетка. Это сейчас налево сюда. Капец, ребят. Тут реально нас полиция не найдет. Такие лабиринты, если захотят, замучаются нас тут искать. Я тут чувствую себя в безопасности. Тоже тупик. Смотри, какая шайба. От чего, интересно. А что, смотри, трубы приготовили под спил. Там какой-то вагончик стоит. Блин, вверх. Смотрите, как уходит. Здесь именно сам энергоблок находится. Вот он посередине. Вот так вот. Вот эта часть, это энергоблок. То есть вот начинается биологическая защита. Там трубопроводы. А, вот как. Там циркулирующие насосы. Вот прям в той стороне. Это мы со стороны реактора сейчас находимся. То есть за вот этими круглыми дверями это должна быть биологическая защита. Так, верно. Все понятно. А нам надо, по сути, вот туда зайти. Идем. Самый конечный смажательный помещение. О, бля. Какие-то баллоны. Бочки высокого давления. Интересно. Может быть это? Может быть, у нас должен быть альтернативный заход. Более. Ну давай поищем, да. Потому что вот это особенно меня смущает. Это типа сюда и туда. Кутая она выходит. Ну да, какая-то она очень стрёмная. Лучше. Ого, высота, глянь, какая. Там сверху что-то висит. Деревянная. Лучше уйти. Еще упадет. Лифтовая шахта получается. Ага. А не тушитель. Ого, тут завал такой. Смотри, там вот туда, вверх надо, я так понимаю, да? Да, верно. А тут нет лестницы, ты проверял? Ого, да если бы она была бы, там лезть просто ужас, как страшно. А не пойму, что у нас с фанеры собрано? Что это? Там провал какой-то. Странно. Короче, пошли мы вниз, на один этаж ниже. Бонна решил все-таки спуститься на наш классический маршрут. Ребят, напоминаю, мы сейчас ищем дрезину, то есть вагонетку, которая ездит по железной дороге. Она где-то спрятана здесь, в пятом энергоблоке. Вот. Бонна говорит, что знает, где, но сложно найти проход. Просто значит, что реактор очень такая секционно-разделенная структура. Здесь, как бы, логика не работает. Вроде бы, ты понимаешь, что тебе нужно идти прямо, но прямого пути здесь нет. Тебе, чтобы, грубо говоря, пройти куда нам надо, нам нужно не напрямую идти, а, грубо говоря, обходить практически через все здание. Очень легко запутаться. Ну, погнали. Сверху посыпались частицы. Все четко. Это Камрад наделал здесь в прошлый раз. Он немножко шалил. Ну что, ребят, мы залазим в транспортный коридор опять. И я хочу сказать, что в прошлый раз, когда мы были, вот там проходила охрана. То есть, его патрулируют, получается, вокруг обходят. Пятый энергоблок снаружи. И смотрят, что здесь происходит. Поэтому сейчас быстренько выбираем наш захлаз. Вот этот, наверное, да? И беспалевно потихонечку идем за этой дрезиной. Смотри, тут лестница, изоляторы какие-то. Вот сляня она какая-то очень маленькая. Может, и не оно. И вообще, такое чувство, что вы выдал бы или отдельно. Да, это не то, наверное. Да, просто хорошо будет. Здесь точно что-то было интересное. Ага, может, это заход? Ну, честно, очень стрёмно выглядит. Особенно, когда посмотришь, над какой высотой лезть придется. Знаете, ребята, очень удобно ходить по этим тропкам. Потому что до нас, кто вывозил отсюда металл, все эти тропки подделал. То есть, есть маленькие мостики, сделаны вручную через какие-то двери, железяки. И вот мы сейчас полностью по этому лабиринту проходим через старые тропы, которые делали металлисты. За это им, конечно, спасибо. Ты знаешь, Дим, я в прошлый раз, когда я тут ходил, потом ночью снилось, что я проваливаюсь, вот такие вот дыры. Слушай, я это больше всего боюсь тут. Фух, а это что такое? Второй транспортный коридор. Слушай, здесь ты видел, да, тогда, этого мужика? Либо в этом транспортном коридоре, либо в том. Ребят, только послушайте, какой рев сумасшедший ветра. Не оно? Нам сюда? Туда, пошли. Да попробуй запомни все эти проходы. Да, пошли эти банковые. Снег, кажется, что это движется. Но никого нет, это ветер, ребят. Это наш заход на тот минус шестой этаж. Да, идем, идем, все правильно, там дальше не снилось. А может, кстати, сейчас спуститься, тронул кто-то вещь или нет, раз мы здесь. Хинза на месте, порядочек, как мы наводили, все стоит. Даже еда наша, заначка на месте. Смотрите, сколько тут еды. Вода, правда, замерзла. Вода замерзла. Блядь, она прям идеально прозрачная. О, трескается. Лех? Лех? Смотри. Осторожно. Ага, поломка. Кто-то рыбалил. Ну, кто еще тут мог, кроме нас рыбалил. Сусанин, выходи. Сусанин. Знаешь, у меня какое желание лом этот дернуть? Ну, нам опрометчиво увидишь, оставил. А, очень хорошо лом оставили. Как теперь долбить? Мы сейчас бы забрали. Думаешь, вытащить, да? Думаешь, на глохо новый. Не, никак, на мертву. Как ты думаешь, сталкеры боятся радиации здесь? Или это их не останавливает? Ну, есть разные сталкеры. Я думаю, 20% боятся. Вообще, много сюда сталкеров ходит, но именно, чтобы прямо вот так вот шастать по всем вот этим недрам, у них обычно сил не хватает на это все дело. Они посещают основные тут локации, самые красивые. Там на крышу подняться, посмотреть на станцию, вот, экраны пофтографировать и все. Именно они не углубляются в эти все подробности, которые здесь находятся. Вот, по сути, две лестницы, да? Смотрите, как они близко. Одна, вторая. Еще есть маленькие такие метки, если их правильно считать, видите, на каждой лестнице написаны уровни и куда они ведут. Эти цифры означают, над уровнем земли сколько метров. Это не номер этажа. Мы сейчас идем с плюс 6 на плюс 12,5. Погнали. И смотрите, куда мы вышли. А это, кажется, оно, тот этаж. О, смотрите, какие наросты. Это типа сталагмиты. То есть с крыши протекает вода и обогащается манералами. Получаются такие бугорочки. Похожи на лед, но это не лед. Очень стремное место, честно скажу. Ладно, пошли дальше, ты вверх. Бон, а как ты смотришь на идею, если здесь создать сталкерскую хату? Тут вагончики есть и на крыше, и в помещении. В каком-то из вагончиков сделать ремонт. И что-то мне подсказывает, что сюда уж точно никто не заберет и не найдет его. Когда я увидел эти вагончики, это первая мысль, которая мне пришла в голову. Есть минусы в том, что зимой в них холодно, а летом очень жарко. Там за счет того, что они находятся на крыше, они полностью из металла. А те что внутри? Или ты не видел? Тут есть еще внутри. Вот те что внутри, вот они более перспективные. И там радиация меньше, у нас она крыша очень высокая. Вот я думал, как раз за те вагончики, что внутри сделать ремонт. И может быть очень хорошую сделать сталкерскую хату. И даже какое-то время там жить. Да, действительно. И пускай только Ва пробует меня там найти. Все, пойдем дальше. О, смотри, я не помню тех надписей. Миша. Крысенко. Да, мы здесь были. Мы были, я помню эту дитчину. И мы не смотрели, найти проход вот туда. А, то есть мой вверх. Смотри, это 17,3. Здесь у нас выход на 17,3. 0 и плюс 6. Хоть бы ничего не завалилось от ветра. Как ты думаешь, Ибоно, шансы высоки, что реактор завалится, развалится или что-то разрушится здесь? Ну, оно еще простоит какое-то время, потому что строили с большим запасом прочности. Конечно, без ухода оно все ветшает с каждым годом. Но, я думаю, еще десятилетие простоит. Погнали дальше. Оп-оп-оп-оп. Ого, тут каток целый. И не надо спускаться на минус первый. Так, это все тот же самый 12,5. И туда проход, и под низом лед. Ребят, кажется, нашли. Но не факт. Нормальная лестница и как раз нам нужен нам этаж. Бестяковая экстрима. Так, поднимаемся по одному, чтобы лестницу не обвалить. Потому что она ржавая, вдруг двоих не выдержит. Она так трещит. Стрёмно. Ты слышишь эти звуки? Да. Это сам реактор издает. От ветра, походу. Это реактор живой. Тут очень страшные звуки сейчас, ребят. Вот этот грохот. Очень красивые артефакты здесь присутствуют. Находимся на третьей очереди строительства. На пятом энергоблоке. Недостроенном. Очень красиво. Прям как в игре метро 2033. Очень красивые артефакты здесь присутствуют. Атмосфера зашкаливает. Ты шо, лео, вот какая мощь. Ты говоришь, как в метро? Игра в метро 2033. Где на вагонетке гоняли по метро? Ну, не только. Там локации были очень похожие. Заснеженные. Очень красиво. А, так вот, за что ты говоришь. Смотрите. Снег с крыши падал. Смотрите, какой конус получился. А падал он с этой дыры. Видите, там выход на крышу есть. Ну, честно, я туда не хочу лезть, потому что лестница очень аварийная. О, глядь, какая-то табличка. О, смотри, тут проход. Задача бригаде. Монтажной конструкции. Что за бригада? Вот эту пятилетку хотели успеть, когда строили реактор? Это советские агитационные, так сказать, транспаранты и таблички, которые должны были, так скажем, людей мотивировать, хорошо выполнять свою работу и как можно более короткий срок. Ну, здесь как бы все бы, в принципе, и достроилось бы, если бы не, к сожалению, не авария. Да, не авария. А так была бы самая большая в Европе атомная электростанция. Ребята, вы только представьте, сколько сюда кубометров, миллионов кубометров бетона потратили, человеческих ресурсов. А сюда, наверное, когда строилась эта атомка, со всего Союза приезжали люди. Сначала строить, а потом, когда разрезился ад на земле в 86-м году, ликвидировать последствия. Смотрите, какая жесть. Но вагонетки не видать. Где-то надо пройти, походу. Вот где-то там. Ага. Уже совсем рядом. Я думаю, не просто так она уцелела. Пароход к ней очень сложный. Ребят, вот он, кажется, проход на ту самую секцию с дрезиной. Мы сейчас будем прям сверху барабан сепараторов, если все нормально. Похоже, ты знаешь? По-моему, ладно. Столько места, конечно. Ты знаешь, что я отхожу, все время переживаю. Пол под нами не провалится. Не, не должен. Блин, эти звуки... Очень надежно закреплены. Эти звуки так пугают. Ты знаешь, что-то где-то, видимо, бьется от ветра. Где-то где-то, 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 крыша оторвалась. Бля, тут столько тоннелей. И вообще, ребят, это просто ужас. Какая-то лестница. Ребят, ну просто жесть. Огромные площадя. И гудит ветер. Просто жутко гудит на улице. Не знаю, камера передает, этого или нет. Но тут стоит жутчайший свист прямо. Такой страшный. Что, неужели мы нашли? 18 отметка с другой стороны. Да, это точно оно? Да. Так мы были тут очень близко в прошлый раз. Мы буквально одним этажом ошиблись. Одним этажом. Так, а где же у нас эти? Барабан-сепараторы. А, они немножко в другом месте. А это оно? Вот это оно рельсы. Слушай, где погонетка? А, вот она, ребят. Сейчас вам покажу. А, нет-ка. Реально сейчас мы ее разгоним. Я не верю своим голосом. А, так она такая простая, слышишь? Ну, как и наша дрезина, по сути. Смотрите, лестница. И вот такая рама с колесами. Это ж, блин, точно надо. Мы просто ставим мотор от героскутеров. И все, можно на этой дрезине ехать обратно. Из зоны. Прикол, мы нашли эту дрезину. Смотрите, как она близко по краю идет. Это нормально? Ну, да-да. В принципе, это норма. Тут все рассчитано. Вообще, ребят, бомба. Очень классно идет по рельсам. Я думаю, что она не соскочит. Сусти как лимит. Какой бы она вниз не соскочит, а то мне все было другое. Это шесть, ребят. Короче, дрезина полностью рабочая. Рядом здесь находится железная дорога, кто не в курсе. И по этой железной дороге можно выехать из Чернобыльской зоны. Если бы Чернобыльская зона была Диснейлендом, что, в принципе, с ней хотят сделать, то это был бы мой любимый аттракцион. Вот где-то приходим в окошко. Рельсы заканчиваются. Тут лютый ветер с улицы. Наверное, шутшит микрофон. Это место, где мы на лодках плавали. Где камра топил сусанина на лодках. Вот там это происходило где-то. Ого! Вот это здесь ведунчик. Тихо, тихо, тихо. Вы слышали это? Кран гремит просто жесть. Наверное, этот неспроста упал. Вот такой же ветер был жуткий. Сань, может, побыстренькую как-то... Я тоже думал, слышишь, просто моторы от гироскутера налепить. И ты можешь ехать. Мы можем вставить на рельсы. И через Янов, как мы сюда заезжали, через Толстый лес. И через Вильчу мы выйдем обратно. Обратно как-то не особо хочется идти. Прикинь, как легко можно покинуть зону. Готовая дрезина. Тем более у Металюх. Они явно ее использовали, чтобы расхищать металл. Ну что, ребят, мы продолжаем наш путь. Сейчас мы ищем активную зону атомного реактора. Баки-сепаратор. Все трубопроводы туда заходили. Там отделялась вода от горячего пара, который уже дальше шел над турбиной. Потому что одноконтурный реактор присунулся в перемешку. То есть получается, он прямо над реактором находился. Прям сбоку от него. Сейчас посмотрим. Ребят, а вот как раз мы нашли метки на карте. Которая нас... 85-й год. Да, 20-й, 11-й, 5-й. Это сдан, получается, был готов. Нет, нет, это отметка. Потому что, видишь, еще идут черновые лестницы. Они еще не были готовы к драматуре. А, точно. Это сейчас еще не было готово вообще. Опа, ребят. Посмотрите, биологическая защита. То есть за ней уже находилась радиоактивная вода первого контура. Ну, он тут всего один был. Проход такой, знаешь, стрёмный. Это от взрыва, да? Это что, да, если будет вдруг повреждение. Если разорвет эти баки. Ого. Тут так страшно. Такое чувство, что земля дрожит. Или это, мне кажется? Это ветер колышет крышу. Ёлки-палки. Да, это сепараторы. Но это не активная зона. Она где-то дальше, так понимаю. Нам еще уши поднимаются? Нет, она в другой стране. Сейчас чуть еще пройдем. Посмотрим, что за сепараторы такие. Честно, от лед, смотрите, и ямы. Как вы думаете, безопасно ли это? Еще снег для максимальной скользкости. Тут какой-то вообще погром был жесткий. Смотри, сколько металлолом. Ребят, короче, это то самое место, где находилась крышка реактора. Та самая вот эти квадратики, которые показывают в фильмах всегда. Вот тут его самая верхушка была. Сейчас Бонна пройдет самый центр и снимет для вас оттуда локадры. Собственно, это и есть активная зона реактора. Именно вот здесь внизу находится тот самый крест, на который устанавливалась энергетическая установка. Набирались топливные элементы, замедлитель. Сверху находился кран, который все это грузил и опускал вниз. А здесь также находятся вот такие вот отстойники, которые должны были быть заполнены водой. Там хранилось отработавшее ядерное топливо. Вот такое вот специальное реакторное помещение. Ребят, все-таки, насколько огромный этот реактор, вы не представляете. Тут такие огромные цеха, камера не передает всего объема. Ты учти, что гололед, будь осторожен, посмотри. Блин. Вот это стрёмно было. Да, здесь все обреденело, очень опасно. Я же сам отошел вот от этого, от открытого люка, у нас лед очень скользко, ребята. Лучше не заглядывать туда, там просто бездна. А здесь резервуары такие, они заполнялись водой, там хранилось отработавшее ядерное топливо. Оно там годами остывало, и потом уже перемещалось на сухое хранилище. Я так понимаю, в этом цеху загружали стержни радиоактивные, реактор, урановые. Новые отгружали. Вот тут, если вам видно, ребят, там балки вверху. Кстати, от ветра пол дрожит немножко, представляете, какая жесть. Смотрите, сколько металлолома. А? Ну что, ребята, теперь мы отправляемся из пятого энергоблока, собственно, на тот канал пруда охладителя. На очень опасное место, потому что он находится прямо рядом с четвертым энергоблоком. Там могут быть экскурсии, могут быть люди. И нам надо на этом канале прорубить лунку во льду и запустить туда подводный дрон. Но перед этим я его подготовил. Вот, собственно, наш дрон. Я хочу сразу к нему привязать мормышку. Ну, вернее, зимнюю удочку. Вот такую удочку подготовил заранее. Когда рыбак льет, вот этот вот пиптык, он вибрирует по-особому. И тут, собственно, есть сама мормышка. Это такая блестящая штукенция с крючком, на которую мы насадим мотыля. Дрон будет все снимать на видео, и вы будете видеть туда крючок, который будет висеть прямо перед камерой. И будете видеть, что туда подплывет. Ну, нормально. Все, сейчас выходим на улицу, бежим по опасному месту. Чуть-чуть ближе. Смотрите, просто какой-то страшачок. Хорошо, ребят, мы покидаем реактор в каком-то новом неизвестном месте. Самый минус, что остаются следы. И что, тихонечко слет, слет. Я знаю, вот там дорога. Стремненько, она открыта на месте. Нас могут принять. И будет мне хорошо. Все нормально, сейчас мы обойдем, короче, ребят. Вот это, конечно, задача. Вот это задача. Никто? И пэтс. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Все, ребят. Наконец-то мы дошли. Мы вначале очень боялись, думали, что это человек стоит. А то не человек, а то ящик какой-то. Представляете, как стрёмно. Вот он, наш дрон. Дрончик. Да, нам остается совсем чуть-чуть. Погода крайне мерзопакостная, ветер лютый. Очень холодно. Но нас степлит мысль только о том, что здесь, как бы это странно не звучало, есть очень классное место укрытия. Смотрите, это те самые бортовые краны. Вон все, седний завален, вон еще один. А, вот там мы что-ли будем пускать? А, вот вода, смотри, сейчас мы туда спустимся и там запустим. Ну что, ребята, приступаем. Давай вниз, очень холодно, ветер. Побежали вниз. Дело в том, что сейчас подняли штрафы. Мы уже подошли почти к мосту, где самые водятся. И там, короче, мы решили развернуться, потому что много рабочих ходит. И у них то ли пересменка, то ли в столовку их возят. Там какая-то жесть творится. И если там нас примут, да еще с дроном подводным, это нам будет конец. Вот тут спуск, тут надо прыгать. Кстати, это Затон. Если кто не знает, здесь именно мы стартовали на лодках, когда плыли в Припять. Очень классно, что вода не везде замерзла. Я не знаю, почему она тут не замерзла. Но именно здесь мы будем запускать дрон. Блин, хоть бы тут глубина была достаточная. Но надеюсь, должна быть, раскраны стоят. Надеюсь, что здесь именно зимовья яма в этом месте. И тут должны зимовать самые гигантские. Здесь, ну-ка. Ну что, давай, Димон. Держи. Опа. Тут, видите, нормально. Самое главное место это вот там. Кстати, здесь есть один недостаток. Здесь высокая радиация. Я сейчас достану дозиметр. Меряем по гамме. Все, заходим под этот. Вот, видите, ребят, краны. Ух ты, вы слышите? Это звук. Он бесится. Вот это, ребят, плохо. Сколько показывает? Это 3000. Нормально. Нормально? Бон, это нормально? Ну. Посмотри. О, она падает. Она в том месте. Видимо, там вода стекала. Давай найдем более чистое место в плане радиации. 1300. Ну, тут к воде более-менее чисто. Я думаю, отсюда мы ее упустим. Ребят, вот совсем рядом находится Припять. И даже отсюда, с пристани, с кранов этих портовых, мы видим вот там воздалеке ербовую 16-этажку, которая стоит почти в самом центре Припяти. И на которую, вроде бы, как заварили двери, да? Заварили. Заварили двери и поставили антенну мобильной связи на крышу. Но мы пока это не проверяли, потому что там, говорят, финализация. Могут быстро очень принять. Так, мы зацепили наживку. Это мотыль. Кстати, можно еще подцепить, что там вообще какой-то дехленький. Боже, просто радиация убила. Надеюсь, тут очень крутые кадры, ребят. Я, по крайней мере, стараюсь. Фирменный скотч от Камрада. Камрад Каладурат. Покупайте, стал искатель Камрад. Так, укрошка закреплена. Проверяю качество кадра. Все, делаем коннект. Кадры, я вижу, просто мега шикарные на укрошке. Соединяем этот кабель. И, по сути, после этого он начинает... Видите, пошла проверка моторов. Моторы не замерзли, все пропищали. Так, активайзер девайс. Все, мы видим картинку. Вот висит наш крючок, прям посередине кадра. Моторы работают, свет работает в случае необходимости... Давай, не переворачивайся. Замять, ребят, насколько сложно может быть. Ну давай, Артем. Ничего себе. Давай, 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 берем. Кажется, стабилизироваться. Вроде идет. Ничего. Давай, лучше. Давай, Рагина, давай, лучше. Хочет-чет-чет. Так, смотрим на картинку. Я вижу, шелк очень высокий, агуменов. Он то ли зацепился, глядь, что с ним происходит. Он то ли зацепился, глядь, что с ним происходит. Давай, назад чуть-чуть. Смотрите, он сейчас очень близко ко льду пойдет. Я его пытаюсь опустить. Там уже глубина хорошая. О, дно! О, пошли на глубину. Там какие-то арматурены лежат, смотри. Много кабеля уже ушло. Не, ну где-то полбузырилки. Он сильно направо уходит. Мы видим четко приманку, но приманку никто не ест. Ты видишь? Глубина один метр. Давай глубже. Сразу смотри, как темнеет. Тут очень глубоко. А у нас фары включены? Фары выключены пока. Включай. Я вижу дно четко, но не вижу рыбы. Что, плывем еще дальше? Кабля много? Весь, почти весь. Все-таки весь использовал кабель. Ну, не знаю, что делать. Надо тогда здесь караулить пока. Как найти этих самов? Это мы сейчас эту задачу попытаемся решить. Давай попробуем глубже забраться все-таки. Да, потому что рыба вся на дне. Кабель еще не натянут, да? Еще не натянут. Еще, ну, метра три можно. А глубина небольшая. Смотри, вот он полностью. Это 2,6 метра. Где же яма с самами? Ребят, что мы делаем не так или так? Может наживку поменять? Смотрите, крючок прям в кадре его видно посередине. Рыбы нет. Всю длину кабеля уже израсходовали. Смотрите, как он натянутся. Это предел. Глубина 3,5 метра. И я попробую сейчас в том месте потихонечку всплыть. Может они подо льдом прям. И, ребят, там сплошной лед. Мы не можем пробиться вверх. Давай посмотрим с другой стороны. Может быть мы наткнемся где-то на яму. Там как раз должна быть рыба. Ага, вот мы уже на самом дне. Хочешь поплавать? Давай попробуем. Расскажи для управления. А, я еще не сказал. Смотри, все очень просто. Этим вверх, это глубина. Всплывать, тонуть. Лево-вправо она не работает. А этим лево-вправо поворачивать, вперед-назад плыть. У тебя сейчас вот глубина вверху. 1,3 метра пишет. Температура 3 градуса, температура воды. Нормально. Надеюсь, гоупрошка пишет. Я бы такой, чтобы конечно бы выплать, снять гоупроху, еще попробовать без нее пошнырять. Все, он лег на дно. Видишь, пыляка поднимается. Да, поднимаем его. Да, можно чуть-чуть поднять. Ты нормально, сразу разобрался. Ребят, не сложно вообще им управлять. Можно научиться прям бегом. Но ты пока плавай, я проведу радиологический контроль. Потому что место это оказалось очень грязным. Вероятно, дезактивацию никто тут не проводил. Смотрите, там было 300, где мы плаваем с дроном. Чуть-чуть отошел. И смотрите сразу на показания. 3-4 тысячи. Сейчас посмотрим на спуске, где мы были. Тут упало на щебне. Упало трос. Еще больше упало плита. Вот сразу. У нас первая поклевка. Да ты что, серьезно? Ну правда, это водоросли, но все равно. А, зацепил? Да. Я нашел 8 тысяч. Самая горячая точка у нас здесь. О, десятка даже. Вот так точно с помощью дозиметра, ребят, можно прям с точностью до миллиметра. 12. Вот смотрите, самая радиоактивная. Как раз вот на вот этом углу. Видимо, тут стекало. В общем, очень грязное место. Вот это та рама, которую мы видели, когда на лодках плавали. И как бы странно ни звучало, эта рама не фонит. Кто-то что-то спрятал мотоцикл, можете себе представить? Или мародеры его сюда спустили и тут разбирали. Сгнили полностью спицы, смотрите, вообще не осталось. И осталась одна рама. То есть кто-то втихую спрятал тут под пристанью этот мотоцикл и разбирал его. Кстати, там еще что-то лежит интересное, потом посмотрим. Ребят, короче, мы решили вытянуть его, чтобы снять его упрошку и посмотреть, что там записалось. В идеале, вы знаете, где-то в середине лунку прорубить там на глубине. Ну, если бы знать, где глубина, я думал, что глубина как раз должна быть здесь, где корабли, на пристани. Должен же быть фарватер, правильно, что-то вырублено. Но по факту мы пока видим максимум 3 метра, это очень мало. Рыба не может зимовать на такой глубине. Да, все супер. Увопрошка на месте. Ну, смотри, везде мелко. Вот там какая-то штукенция стоит, но мы же до нее не доплывем. Или доплывем, если так попробовать. По льду? По идее мы доплывем, кстати. Ладно, давай еще посмотрим, может еще что-то найдем. Да, какие трубы. А, что это плавучая штука, но она, видишь, проржавела, ее нельзя использовать. Это тоже, походу, какой-то... Кто-то, нет, труба просто. Кто же, кто-то спрятал здесь. Вот если бы его туда закинуть, здесь песок и здесь вот опора есть. И мне что-то подсказывает, что за нее будет очень большая глубина, и может быть там рыба зимует. Мы можем эту ледину немножко передвинуть. А, и просто закинуть. Да, кстати, это вариант. Палками чуть растолкать, и вот туда. Там место есть. Смотри, надо наживить нового мотыля, потому что старый сдох от радиации, походу. Есть такое дело. Он вообще не шевелит, а ты видишь? А, так он уже... Комара превратился. Он превратился в лед. С Бона поход идет вообще совсем по-другому. Тишина, спокойствие. Или вам лучше нравится больше с камрадом, когда много шуму, криков и всяких эмоций. Кстати, если не знаете, у Бона есть инстаграм, где он выкладывает свои диггерские походушки, или как это правильно называть? И диггерские, и сталкерские. У него есть залазы метро, очень шикарные кадры с метро в инстаграме, на его ютуб канале. Я оставлю ссылочку в описании. Бомбоубежище, бункера, вот, очень много всего интересного. И мой канал, ютуб, инстаграм тоже в описании, подписывайтесь, заходите, пальчики вверх, шучу, ютуба еще нет. Но скоро будет, пальчики вверх. Ребят, ну еще мы хотим пойти к Бабмаше. Вы очень долго просили, чтобы мы его проведали. Сразу после съемок этого ролика мы бежим прямо в деревню к Бабмаше. Мы накупили ей кучу еды, там, всего интересного. И мы хотим ее просто проведать, увидеть. Так что смотрите, дальше будет интересно. А мы пока коннектим трон. Посмотрим, как он погружается. Он что-то не может погрузиться. Пошел, пошел, я вижу картинку. У нас картинка распалась на кубике. Очень печально. Ой, я вижу вдалеке. Я ее вижу. Гля, какая она стрёмная. Смотри, она прям проясняется. Опора? Ну, походу, это опора. А что это еще может быть? Давай к ней ближе подплывем. Пробую по чуть-чуть его погружать. По чуть-чуть, пока не опросит дно. Покинь, сейчас огромная рыбеха. 2,8. 3. 3 метра. Все, он лег 3,2 метра. И там что-то твердое. Смотри, какое дно странное. Сейчас мы за ним понаблюдаем. Вот, кстати, какое-то изделие. Я вижу сейчас. Мы к нему подплывем. Что это, как ты думаешь? О, смотрите, тут еще что-то. Блин, стрёмное место. Давай чуть больше в высоту возьмем. Это, кстати, глубина 3 метра, если что, ребят. Да, слушай, там добра на дне очень сильно хватает. Там мы старые вывиски. Туда бы и магниты бы побросать, да? Ну что, ребят, мы решили все-таки забрать отсюда этот дрон. Надеюсь, он ни за что не запутается, потому что на дне очень много опасностей. Вот ты наблюдаешь там, чтобы он не за что не заспалился, да? Пишите в комментариях, где может быть рыба в Чернобыле. Почему мы не видим рыбу на дрон? Почему на нашу мотыль она не клюет? Вроде глубоко, 3 метра. Симой прячется. Смотрите, ребята, прямо возле Затона нашли чью-то одежду. Штаны, носки, смотрите, полотенце, рубашка. У меня такое подозрение, что сталкер пришел, искупался в Затоне. И потом выкинул всю одежду, потому что на люто фанило переоделся в что-то другое. Ну зачем? Зачем купаться в Затоне? Это же вообще, это просто крэйзи. Не представляю, что он тут мог делать. Ну а мы пока отправляемся дальше, искать подводную яму с гигантскими самами. Мы решили запустить дрон под мостом, который идет на левый берег через речку Припять. И по нашей разведке мы выяснили, что здесь оказывается огромная яма. И надеюсь, что в этой яме будут те самые гигантские самы. Сейчас мы попробуем пробить лед, так как глубина большая, а то и лед здесь большой. Вот у нас есть такие камни. Мы будем сейчас их кидать, пробовать, что у нас выйдет. Место открытое, но вроде бы как здесь. Она говорит, что безопасно. То есть тут очень редко кто бывает. И наша задача сейчас продолбить. Кстати, здесь не мы первые рыбачим. Смотри. Тут кто-то бывает регулярно. Он очень толстый, блин. Я не знаю, сможем мы пробить. Но туда может идти или не вариант? Два камня уже вот лежат. Мы пробовали кидать, пока ничего не вышло. Осторожно, возле прям этих плит может проломиться. Блин, что ты делаешь? Все, есть контакт. О, не намок? Видишь, что она не глубокая. А почему? Вот это все уже дно получается. Да, она растет. А что ж такое? Три камня, смотрите, ни один не пробил. Только ногами. Ребят, почему-то машина сверху, да? Звук такой же, как вроде машина по мосту проехалась. Короче, очень мелко оказалось в том месте, где мы хотели порыбачить. Я, честно, не знаю, что делать. Вон, даже видно дно. Смотрите. Рыбок там не видать никакой живности. Настолько мелко, что мы даже дрон не можем затолкать. Вот это песок уже. Все упирается в песок. Ладно, чок, сейчас что-то будем думать. Пипец, стремно. Вот мы не знаем, какая там глубина. Может, там и есть та самая яма. Толщина уже, конечно, побольше. Вот тут очень мелко, а там, где глубоко, очень большая толщина. Ничего не берет. Что делать, непонятно, как нам добраться. А лома у нас с собой не... Ой, там опасно так. Вы видите это? Это капец. Очень толстый. И очень мелко здесь, как специально. Речка полностью замерзла, с учетом того, что здесь течение. Речка замерзла, а мы замерзли. А что это речка? Это река Припять? Да, это как раз Припять. Такая широкая. Они ничего себе, ребята. Смотрите, огромнейшая речка. Где-то здесь они точно должны быть, потому что они любят под мостами жить. Еще Иисус рассказывал. Сейчас, к сожалению, лед очень... Может быть, нам было песка. И когда-то тут и была яма. Я не понимаю, почему. Нам дали информацию, что здесь яма. Скорее всего, вот в Татарской. Вот в той области, но до нее домой. Может быть, и там, но это очень опасно. Пробивать лунку, приносящем на таком ветру, мы просто помрем там. Чтобы она скажет, меняем локацию. Да, думаю, да. Погнали на другую локацию тогда. Очень опасно. Честно. Здесь нас могут жестко наказать. Мы сейчас на канале про охладителя гигантские стомы. Очень стрёмно. Блин, а что-то за туфта. Это не канал. Или мы через лес перейдем на сам канал. Я что-то не помню. Можно перейти потом туда. Здесь все полностью замерзло. Да, это не то. Канал, видимо, чуть дальше. Еще и скользко, блин. Еще и акация. Так и знал. Вон она падает, короче, стрёмно. Вот атомка прям под углом. Блин, это жесть. Бон, это жесть. Я не знаю, как мы сюда проникли. Как нас еще не приняли. Вот она, атомка, ребят. Она прям перед нами. И мы сейчас будем тут рыбачить. Блин, пипец. Это безумие. О, вода не замерзшая. Все, спускаемся. Опускаем наш дрон. Мы здесь как на ладони. Может, меня еще не так хорошо видно, но дрон очень яркий. Работаем очень быстренько, ребят. Коннектим дрон уже все на коннекте. Главное его опустить и быстренько занырнуть. Через Wi-Fi будем управлять с расстояния. Потому что я реально боюсь. Вот это пипец. Видят нас, как ты думаешь? Окна вроде нет, людей вроде не видать. Саша, дрон. Я беру камеру. Да, просто кидай дрон, воду и все. Смотрите, тут хорошая глубина. И все отлично. Все, супер. Погружаем. И пошли быстренько коннектиться на телефон. О, все, пошел родимый. Все, давай я коннектюсь. Отлично, все, погнали. Ребят, коннектимся в кусах, потому что тут опасно. Ну что, ребят, мы начали просто супер радиоактивное место недалеко от атомной электростанции. Это та самая турбина. Можете представить? Пара турбина, которая под давлением пара вырабатывала энергию вращения, которая вращала генераторы. Но есть минус один. Она находилась очень близко, я так понимаю, от эпицентра взрыва. И радиация здесь просто какая-то сумасшедшая. Вот, собственно, сейчас я вам постараюсь показать лопатки этой турбины. Но смотрите, на каком расстоянии уже 3000. 3000, я не знаю, тут нельзя долго находиться явно. Уже 4000. У тебя 8000? Как она страшно выглядит, ребят. Интересно, что ее не размародерили. Снимайте там что-то внутри. Большая погрешность, да? 18? Да. Ё-моё, у кого больше покажет. Зазиметры просто сходят с ума. Чуть-чуть отходишь, сразу падает. Сейчас я попробую зайти с обратной стороны, ребят. Вот она, эта турбина. Просто жесть. Очень интересное место. Очень давно я хотел вам показать. Я вижу лопатки титановые. Конечно, тут же... Ух, ё-моё, здесь уже 4000. Так это на каком расстоянии? Тут ноги мои сейчас, наверное, проживает радиация. Димон, титановые лопатки турбины. Их не просто так не размародерили. Пытались. Они стоят нереальный денег. Но тут радиация, ты видишь? Почему такая бешеная, ребят? О-о-о, 50 тысяч. 50. Это металл фонит. Да. Это не шутки, ребят. Оно всё нереально заражено. Оно заражено просто смертельно. Находиться можно буквально считанные секунды здесь безопасно. Вот они, лопатки, турбины. Вот ещё вторая часть турбины. Вот какие-то обрезки. Пытались что-то резать, смотрите, ребят. Здесь более-менее чисто. Видимо, титан воровали, потому что титан очень дорого стоит. Насколько я знаю, лопатки турбины из титана. Да что ж такое, вы смотрите на это. Какая-то нереальная радиация. Здесь мы ничего не видим. Ты видел, вон? Здесь всего, ну, понятно, внутри, понимаешь? Здесь они 6, понятно, а там подбирают. Вот, ё-моё. Главное не упасть. Да, здесь 6 только. Смотрите, тут их сколько. Это всё кожухи, турбины, я так понимаю. Вон, 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 вон. Она вся лежит здесь. Там опасно. Там атомка. Ну, давай сейчас ещё вот это замерю. Надо дошли до турбоагрегатных установок. Из действующего реактора. Они были демонтированы и не украдены. А знаете почему? Потому что фон здесь превышает норму в 18 тысяч раз. Это очень, очень опасно. Здесь долго нельзя находиться. Сейчас быстренько посмотрим, что внутри. Замерим и уже будем продолжать движение. Вот это фонит, ребята. Вот это жесть. Вот такие опасные объекты лежат прям недалеко от атомки. И никто это не контролирует, не дезактивирует. Огромнейший турбин. Да, ну это просто жесть. Я только подхожу, смотрите, уже на таком расстоянии 20. Ребят, 200 тысяч. 200. Это как в ковше смерти. 300. 400. Вот это чёрная ерунда не очень сильно. 700. Зашкалило. Здесь больше, чем в камше смерти. Серьёзно, зашкалил за миллион. Там больше рентгенов фонит. Это пока что самое фонящее место. Нужно побыстрее уходить отсюда. И вещи после этого, наверное, выбросить. Можно хорошо постирать. С одного из-то сам. Мистер Пропор. Короче, вот эта чёрная штука. Вот она чёрная, смотрите. Прибита деревяшкой. А она, видимо, впитала частички ядерного топлива. Потому что уже на таком расстоянии очень опасно. Вот, только отхожу, смотрите, сразу две тысячи. Ладно, дальше я, наверное, не пойду. Потому что это нереально опасно. Кстати, вот ещё такая чёрная штука. Мы видим, что здесь тоже уже 79 тысяч ещё на расстоянии. Реально, дозиметр зашкалил за миллион. Ребят, это одно из самых радиоактивных мест. Это больше, чем в ковше смерти. Это просто жесть. Нет, быстро надо сматываться. Здесь три тысячи. А там уже один миллион. Вот такая вот коварная радиация. Не видно, то есть, да, визуально никак не скажешь. На запах вообще никак. Лимон, что скажешь? Почему такая радиация? Почему больше миллиона? Как она так загрязнилась? У меня даже нет ни малейших понятий, почему. Во-первых, это турбина, которая никогда не работала. Это с пятого энергоблока. Её ещё не успели поставить. Там всё и дело. И у неё фон под один миллион. Может быть, на неё выпали осадки, и её вообще никто не чистил. Сюда просто сбросили. Но такой кладезь, огромнейший кладезь драгоценных металлов, которые мы здесь нашли. Титана особенно. И его отсюда никто не вывез. Даже вот здесь, на таком расстоянии, опасно находиться. Ну реально, ребят, на открытом воздухе, на улице, радиация, как в ящике. Как от сапога пожарного. Как от сапога пожарного, откуда? Представляешь, не будешь знать без дозиметра, и всё, попадёшь сразу. Всё, ребят, побежали к Бабмаше. По пути к Бабмаше мы набрели на очень странное здание. Что это такое было? Это Усу или как оно называется? Это Дима лучше расскажет, потому что я это место всегда обходил стороной. Ну что, да, здесь обитают, скажем так, какая-то активность присутствует. Активность, блин, как сюда, думал, у нас сюда опять стрёмное место. Надо идти быстренько, потому что ещё следы. Да, может в здании пока спрячемся, вот зайдём. Да, давай, спрячем. Да, потому что слишком какая-то активность подозрительная. Надо чуть-чуть, ух ты, там петля была. Срочно. Я не понял, что там, может зайчи. Внутри всё-таки не так страшно. Тут куча каких-то зданий. Блин, это, конечно, не реактор. Тут так спокойненько сразу. Похоже, как на какую-то базу. Это на пустое. Вот прямо возле нас, с правой стороны, там находится КПП-рюлёв, который ограничится с 10-километровой зоной. И, соответственно, было несколько пропускных пунктов. Машина подъезжала, её мерили. Если же на ней было, по-моему, больше полтора миллирентгена, то её запускали сюда на пусто, где её чистили, химией выводили, радиацию. И потом она дальше ехала. Чистили особо грязные машины, которые, походу, съехали с Припяти, с Атомки. Да. А сейчас уже ничего не чистят, я так понял, давным-давно. Уже дезактивация основная прошла. Да, тут уже нечего дезактивировать, по большому счёту. Это был один из самых больших пунктов, поскольку он входил в 10-километровую зону, а техники было просто неимоверное количество, которое подъезжало сюда со всего Советского Союза. Вот теперь он остался так. Здесь огромнейшая, на самом деле, территория. А радиация тут как? Я не думаю, тут всё, химию выводили. Всё почистили, да? Можем померить, может, есть какие-то места, но здесь уже более-менее... Ля! Ничего себе, ребят! Огромный коридор, но из-за того, что темно, даже фонарём туда не добью. Хотя, ну какие-то остатки цивилизации тут есть. Походу, я тут туалет был. Ну, такие вот объекты есть на территории Чернобыльской зоны, возле КПП Люлю. УСО, так называемая она, возле КППшки. Это одно из их зданий. На самом деле, тут несколько построек. Ну смотри, очень большие комнаты. И такое чувство, что прямо здесь дезактивировали радиацию. Смотри, ты видишь, яма, с которой могли дно обрабатывать у грузовых машин. Они огромные, эти ямы. Слышишь, а как она заезжала реально? Нету заезда. Скорее всего, цех нейтрализации сточных вод. После обмывания. А, очищали, да, воду? Да, ну, соответственно, воду уже не буду сливать в грунт. Она должна была протерезить там очистку. Ой, е-мое, ты поглядишь, что тут творится. Вентиляция попадала, вот она наверху. Грохнулась. Интересно, что здесь было до дезактивации? Ничего. Обычно. Его построили уже позже, да? Да, конечно, после аварии на ЧАЭС. Ну, до этого же не было радиации такого. Здесь было обычное село, Лилев, причем домики были свежие. Много кирпичных домов. Оно располагалось на берегу речки Припять. Вот от нас слева там речка Припять за дорогой. Жилописные места, очень красивые. И там же был детский лагерь, который сгорел, к сожалению. Да, да, был пожар в 2020 году, по-моему, да? Когда Сусанин землянку поджег трейсер, вот в тот самый день он начался. Ну, это чисто совпадение, ребят. Идем мы к Баб Маше. Темно уже, темнеет, но мы успеваем. Несем гостинцы Бабы Маши, которая живет в Чернобыльской зоне в селе Опачичи. Или лучше не называть село? Да, Опачичи правильно, ты неправильно назвал. А, я ошибся. Ну, тогда с названием ошибся, мало кто догадается. Мы гостиницам набрали очень много, честно, вот это все тащим. Уже немножко подзамучился. Батареи садятся. Ну, у нее есть электричество, если что, сейчас подзарядимся, все будет четко. Вот это, по-моему, ее дом, да? Вот. Дальше. Баб Гана. Если что, тут довольно много самосел живет, ребят. Поэтому могу чуть путаться. Ты здесь был раньше? Нет, первый раз. Здесь антенны стоят, люди живут, свет даже есть, смотрите. И это в Чернобыльской зоне, вы можете себе представить. Здесь цивилизация ближайшая очень далеко. Только вот за счет помощи сталкеров, таких добрых, или туристов, можно сказать, выживают здесь пенсионеры. Магазин здесь приезжает, по-моему, раз в неделю, да? И они заказывают заранее товары. То есть, они звонят, пенсионеры, говорят, что им привезти, им привозят то, что они хотят. Потом они тут покупают. Вот так вот. Вот такие они, чернобыльские села. Зимой здесь, конечно, очень жестко. Следы остаются, нас выдают. Но мы очень осторожны. Поэтому пока все в порядке. Подходим к бабушке. Давно уже у нее не были. Саша, то вообще, наверное, где-то года полтора не было. Очень волнительный момент, как она нас сейчас примет. Соскучились даже очень. Ну, следы машины есть. Хороший приведет. Значит, родственники приезжают к ней. Вот ее дом. Все уже очень близко. Очень близко. Антенну, смотри, повалило. Ты видишь ветром? Может, сейчас поможем. Да, это кто-то к ней приезжал. Видите, разворачивается. Следов тут море просто натоптано. Все выметено. Смотрите, ребят. Баб Маша живет и радуется. В Чернобыльской зоне отчуждения. Вот так вот. Электричество есть. Только что антенну повалило. Наверное, телек у нее не работает. Цифровое телевидение Т2. Так. Чистенько все. Прям красота. Все так же. Ты прикинь, ничего не поменялось. Там где-то кролики были. Или зайцы. Знаете, что такое интересное у нее было. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Гим. Ой, Гим. А, смотрите, кого он привел. Не знаю. В гостиницу принесли. Саша, Саша. Помните, Саша? Летом мы приезжали. Саша, ты что, чеснок садили? Да. Да, чеснок садили, когда. Да, вместе на городе. Заходите в хату. Давайте. Саша, берем вам снежочек. Откручиваем. Иди, иди, иди. Опа. Вот в зоне тепло, это прям радует. Вот это у себя не как-то. Бля. Класс. Чернобыльская печка. А смотри, видишь, классическая, как где мы ночуем в заброшенных селах. Только в идеальном сохране. Да. Действующая. А телевизор все уже, да? Не, бабушка не смотрит. Да, вон, свидетель, ребят, закрыт. Телефон здесь хорошо ловит, пульты лежат. А радио слушает, бабушка смотрит. Иксбас. Короткие волны, наверное, или ФМ. Давайте, может, дров наносить вам. Уже на Юрко. Как Юрко, кстати? Юрко приезжал, да зигарал хлева крылья. Вот эту жубуру раскрыла хлева. Шифер поднималась. Да. Шифер снялась с хлевов. Ого. А это ветер был вот этот три дня назад сильный, да? Там еще держится наше, это... Чердак? Чердак там, где я делаю. Слава богу. Зоны бывают разные, конечно. Ты не скажешь, что это. Да, смотрите, ребят, какая красота. Я включу свет. Просто не хочу бабу Машу смущать. Она немножко камеры, ребят, смущается. Переживает все-таки, ну, волнуется. Человек пожилой. И я не включаю свет. Сейчас вам так покажу немножечко печка. Ну, как вы видите, ничего не поменялось, по сути. Тут какая-то еда стоит, вкуснятина. Здесь у нас дровишки. Здесь кровать прямо на печке. Собачка, смотрите, какая тяценька. Вот, зеркало. Ну, и телевизор, который не работает. Потому что баба Маша давлением. Она не смотрит, слушает радио. Поэтому меньше смотрите телевизор. Очень вредно. И всегда думайте на все информации, которые получаете. Ну, что, ребят, проведали мы бабу Машу, оставили продукты. Но есть одна проблема. К ней стало ходить очень много сталкеров. Все бы ничего, но некоторые сталкера себя не совсем хорошо повели. И в результате чего баба Маши ночью приехала полиция в час ночи и ее разбудили. Ну, очень жалко бабушка. Потому что в таком возрасте тревожит ее, ее семью. Поэтому она уже боится всего. Ну, вы сами представьте. Бабушке уже за 80 лет. Живет она одна. Здесь до ближайшей помощи 20 километров. От Чернобыль только. И все. Она здесь одна. Представляете? Вот только ветер дует, ее дом стоит. А еще, представляете, ребят, ночью к ней вообще какой-то цыгане, что ли, заходили. А вообще какие-то бомжи. Хотя тут как бы охраняется эта зона, но с другой стороны тут страшные вещи бывают, происходят. Конечно, она же большая. Она огромная, да. За всем не уследишь. Более 700 человек в прошлом году к ней приходили в гости. В гости экскурсии, экскурсии. Да, это в основном все официально, конечно. Она фиксирует, ведет журнал. Причем, что у бабушки есть карта, полностью карта всего мира. И она отмечает, с какой страны пришли. И вы знаете, очень много стран уже отмечено. Идем потихонечку, потом, кстати, темнеет. Мы будем идти, наверное, рассказывать. Вот, а расскажи свои впечатления. Как у тебя? Как тебе вообще эта супер отдаленность? Очень гостеприимная бабушка. У меня такая же самая. То есть, ну, по сути, как будто бы сходил к своей родной бабушке. Вот. Очень интересно, как здесь люди живут в Чернобыле. Вот. Я первый раз вообще в таком именно поселении. Продолжение следует...